Поднял голову Добрыня и видит, что летит на него Змей Горыныч. Страшный змей о трех головах, о семи хвостах. Эту старую русскую народную сказку помнят все с самого детства. Ну а сегодня в Казани она стала настоящей явью. Только посмотрите, какой чудо-юдо корабль причалил к берегам Татарстана и приглашает всех на борт. Здравствуйте, мы приглашаем вас на уникальную ладью Змей Горыныч. Эта сказка началась два года назад. Путешественники решили повторить великий путь Рюрика. За реку Свирь и далее мы прошли по Ладожскому и через Неву попали в Санкт-Петербург. И вот за спиной три с половиной тысячи километров. Десятки зарубежных стран и покоренных вод. Сегодняшняя остановка в Казани неспроста. Как раз место, это, наверное, было гаванью когда-то, куда заходило очень сотни кораблей, пережидая погоду. И идя дальше вниз на Хвалиское, на Каспийское море. В Болгаре была торговая точка главная, когда обменивались товарами. Чудо-ладью соорудили за три года из сосны и еля. А в качестве образа выбрали Змей Горыныча, где три головы – это как образ трех братьев Рюриковичей. Каждый путешественник одет в древнерусские наряды, на палубе шкуры диких зверей, а в каютах – дары из стран заморских. Вот здесь же щит викинский. Когда они нас встретили, увидели такой корабль необычный, они сразу поспешили нас пригласить в гости, надарили разных подарков, очень дорогие, и к нам, как раз к месту нашей истории. Рацион у путешественников – богатырский. Всегда утром кашка, выпечка, каждый день практически мы стряпаем или через день, оладушки, блинчики, духовочка, пироги иногда стряпаем. Для горожан проводят историческую экскурсию. Приехали вот в такую жару, 41 градус, специально посмотреть. Это безумно удивительно и интересно. И это вот чудо в наше время, которое действительно стоит увидеть своими глазами. Такую красоту, ну, конечно, как не удивиться и как не вырадоваться. Уже завтра Змей Горыныч отправится в Болгар, а 30 июня путешествие завершится в Богатырской Слободе Самарской области, откуда два года назад и начался путь ладьи. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.